Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Елена Долгова, которая расскажет о новом увлекательном проекте. Здравствуй, Елена. Здравствуй, Ирина. Насколько я понимаю, вы планируете организовать что-то вроде игры. Если можно, поподробнее расскажи. Да, это и есть на самом деле игра, это командно-ролевая игра. Мы приглашаем всех желающих, потому что очень многие люди, например, ни разу не испытывали себя в тимбилдинге. То есть и даже популярные в наше время квесты, в то же время не все себя пробовали в них. И здесь получается такая смесь именно тимбилдинга, квеста и ролевой игры, в которую может прийти любой желающий принять правила игры и, соответственно, начать участие. Лина, сейчас такие слова «тимбилдинг», «квест»… Мне кажется… И ролевая игра тоже не все понимают. Даже я не все понимаю. Для зрителей объясни, чтобы понятно было, что это. Тимбилдинг – это в дословном переводе построение команды, то есть это команда образования, когда несколько человек за счет взаимопомощи друг другу, взаимовыручки, ловкости, смекалки должны проходить определенные испытания. Но здесь именно заключается смысл сплоченности коллектива, который проходит эти испытания. Это именно командные соревнования. То есть, несмотря на то, что люди будут друг друга не знать, все они должны успеть за короткое время познакомиться, найти общий язык и уже взаимодействовать внутри своей команды. Квест – это уже достаточно популярное направление. Это поиск чего-либо, то есть заданием определенным, либо карт, либо подсказок, каких-то бонусов или даже опасностей, встречающихся на пути. Но люди должны отыскать конечную цель. А ролевая игра заключается, допустим, в нашем случае в том, что внутри команды у каждого участника будет своя определенная роль. И в течение игры он должен будет ее придерживаться. И опять же, у каждого человека будет своя маленькая миссия, которую он, скажем так, любыми честными и нечестными методами должен будет достичь и выполнить. Так, ну а теперь уже более подробно именно о том, что придумали вы. Как это называется? Каким образом это будет проходить? Где? Какие будут задания? Ну, задания все мы раскрыть не можем. В общем, называется эта игра «Без гаджетов». Основная ее идея в том, что мы отбираем у людей, не то чтобы отбираем, мы не разрешаем проносить на территорию любые технические средства, то есть будь то телефоны, планшеты, навигаторы, часы, даже фонарики электрические, что угодно. И в течение 4-5 часов эта игра будет проходить 29 мая в поселке Ласково на базе старинного пионерского лагеря, который сейчас еще действует частично. И уже в этой игре люди будут соревноваться между собой. То есть главная цель команды – это найти, ну скажем так, тотем. И игра будет проходить в два этапа. Первый этап – это для каждой команды будет определена своя локация, которую им будет нужно оборудовать за определенное количество времени. И дальше команде необходимо за несколько частей пройти испытания и на каждом собрать себе определенный идол-хранитель. И уже когда команда соберет все идол-хранители, дальше делается небольшой перерыв, такое перемирие, скажем так, между командами. И во второй части там уже начинается непосредственно борьба за этот тотем. Но в чем суть, что никогда заранее здесь нельзя будет предугадать, какая команда выиграет. Даже если команда в первой части игры окажется быстрее остальных, то во второй может все перемениться. Здорово. И какое количество команд планируется? Сколько человек в каждой команде должно быть? Мы рассчитываем на 4 команды по 10-12 человек, чтобы они были достаточно мобильные, достаточно, скажем так, коммуникабельные между собой внутри команды и управляемые. Потому что каждой команде будет представлен куратор, который будет помогать, где-то, возможно, давать какие-то бонусы, если команда отказывается или не может пройти испытания. То есть кураторы будут четко следить, конечно, за правилами игры и за их соблюдением в том числе. Вот с твоей точки зрения, для кого эта игра? Существуют ли какие-то возрастные ограничения? И вообще, кого вы видите игроками? Честно, когда мы думали над этим, возрастную категорию определили достаточно большую. От 16 до 40 лет. То есть здесь нет каких-то критериев ни по полу, ни по профессии, ни по образу жизни участников. Но, в принципе, если человек активный, если он хочет попробовать себя в этом, и никогда он в этом себя не пробовал раньше, то это как раз для него такая возможность проявить себя, узнать, на что он способен, на что он не способен. Потому что в игре могут открыться какие-то страхи, какие-то, наоборот, новые возможности человека, которые он не открывал до этого. Может быть, актерский талант в нем откроется, в том числе в исполнении своей роли. Поэтому от 16 до 40 лет активные, даже желающие люди, пожалуйста. Физическая подготовка имеет значение? Она имеет, но не столь важна. Потому что, все-таки, опять же, напоминаю, что это команда. Если где-то человек что-то не может сделать, это могут сделать сообща его товарищи по команде. Почему вообще возникла идея именно подобную игру организовать? Я вас знаю как организаторов, ведущих различных праздничных мероприятий, а тут вдруг игра. Такой экстрим немножко, да. Но очень в последнее время стала болезненная тема, почему мы назвали ее без гаджетов. Все-таки сначала этим стала грешить молодежь, потом подключилось и старшее поколение. По мере того, как мы стали все зависимы от интернета, что скрывать, сейчас мы действительно все от него зависимы. И перестало быть очень важным живое общение, это живые встречи людей, люди стали забывать, каково это вообще что-то делать, сообщая вместе. И плюс, конечно, очень большим фактором являются новые знакомства. То есть сейчас даже люди знакомятся в основном через интернет, непосредственно пообщаться с глазу на глаз, увидеть человека, узнать его с какой-то стороны. Это отходит на второй план. И поэтому этот проект, он не только как спортивно-азартный такой, интересный в качестве игры, он несет в себе еще достаточно глубокий смысл, что нужно сохранять это живое общение. Действительно, эти гаджеты, они не нужны в этот день. Вы узнаете много новых людей, вы пообщаетесь с ними, вы посмотрите на себя с другой стороны, в конце концов. Ну и вспомню молодость, когда мы все-таки ходили в лес, в походы с кострами, с палатками. То есть здесь, конечно, отголоски вот этого вот походного детства, оно и есть. Эта игра, ее проведение планируется разово, вот 29 мая и все, или вы планируете, рассматриваете продолжение этого проекта? В идеале, я думаю, да. Мы хотим сделать ее в несколько этапов. То есть это первоначальный этап 29 мая, мы посмотрим, как это пройдет, да, что удастся, что не удастся, что будет тяжело участникам, что наоборот понравится. И в дальнейшем, конечно, если будут желающие, мы хотели бы продолжать это, по крайней мере, летний сезон, то есть до сентября месяц, и начало сентября можно захватить. Что нужно для того, чтобы попасть на эту игру помимо желания? Для начала нужно зарегистрироваться в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. То есть вы можете найти, так она и называется, группу без гаджетов, там уже посмотреть более подробную информацию, то есть вступить в количество участников, и, конечно, все интересующие вопросы там можно задавать, мы на них отвечаем с удовольствием. В плане организации сложно, кто вообще прописывает сценарий, кто это все придумывает, кто будет расставлять эти самые ловушки по лесу? У нас трое организаторов, это я, Павел Григорьев, тоже ведущий мероприятий, и Лесных Татьяна. И мы вместе, то есть разрабатываем сценарий, была изначальная идея, мы уже начинаем ее расписывать. Задания не столь трудны, сколько трудны, на самом деле, роли внутри команд для участников, чтобы они не пересекались между собой, чтобы миссии были выполнены, потому что в командах могут быть, например, предатели. Но команда не знает, кто это, а у него есть это в роли, он должен ее выполнить. То есть, опять же, он может предать команду, может не предать, это выбор будет человека. То есть здесь заранее даже нельзя предугадать, как он поступит. И вот мы втроем расписываем сценарий, и также будем оборудовать площадку для игры. Ну что ж, мы желаем вам удачи. Спасибо. Надеюсь, что у вас все получится. Ну и советуем зрителям попробовать себя, почему бы и нет. Да. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!